Эту тему более подробно обсудим с российским журналистом, социологом Игорь Александрович Яковенко. С нами на связи, Игорь. Здравствуйте, рады приветствовать. Здравствуйте. В свою очередь, много раз обсуждались подобные темы, но мы же видим прекрасно, что кроме того, что Российская Федерация потеряла влияние какое-либо на европейские страны, на Соединенные Штаты Америки, а я напомню, там влияние было мощное, в свою очередь, даже если говорить об энергетическом влиянии и той же Германии, то через год после полномасштабного вторжения Российская Федерация вообще не имеет никакого влияния, а Германия, наоборот, еще больше стала поддерживать Украину. Сейчас, похоже, ситуация складывается и в странах постсоветского пространства, и, как в сюжете говорилось, речь идет об Армении. Можно ли спрогнозировать, что будет дальше и какие страны пойдут дальше, и как эти страны будут публично, потихоньку отказываться или идти вразрез с Путиным? На самом деле, уже не осталось ни одной страны, если говорить о постсоветском пространстве, которая бы поддерживала Россию, которая бы оказалась в орбите ее влияния. Потому что, действительно, вы правы, скажем, Армения, ну, смотрите, что происходит, да, за последнее только время. Грузия – это страна, которая была, фактически находилась в таком двойном состоянии, потому что путинский режим через своего олигарха Иванишвили, по сути дела, купил грузинский парламент. Ну, это реальность. То есть, грузинский парламент, он просто полностью был, ну, не полностью, в значительной степени был куплен олигархом Иванишвили. Но грузинское общество, грузинский народ Иванишвили купить не смог. И поэтому, когда грузинский парламент попытался принять полный аналог российского закона об иноагентах, то грузинский народ вышел на улицы и заставил парламент вернуть этот проект назад. То есть, это вот совершенно очевидный пример, когда страна публично вышла из-под российского влияния. Ну, не совсем вышла, прямо скажем. По-прежнему парламент оказался и партия, вот эта вот грузинская мечта, она, ну, в значительной степени все-таки находится как-то косвенно под российским влиянием. Но, по крайней мере, уже Грузия начала очень серьезно отплывать от России, из орбиты российского влияния. Один момент. Второй момент. Значит, ну, я сейчас не буду говорить о тех странах, которые давным-давно уже потеряны для России, например, Молдова. Значит, здесь произошло еще одно событие, которое еще раз подчеркивает, что уже вот выход из этого постсоветского влияния, уже даже не очень ловко говорить постсоветские страны, потому что они уже с советским прошлым расстались. И, в частности, в Молдове переход на румынский язык – это еще один символ. То есть, все, уже, так сказать, никакого вот этого постсоветского влияния нет. Ну, или оно, по крайней мере, очень сильно уменьшилось. Румыния. Следующее. Армения, о которой сегодня говорилось. Армения все эти годы постсоветские, она находилась очень сильно в орбите российского влияния по объективным причинам. Потому что Армения находится в очень тяжелом состоянии, в недружественном окружении. Острый конфликт с Азербайджаном, там недружественная Турция рядом, которая является союзником Азербайджана. И это достаточно серьезная, тяжелая ситуация. Здесь единственное, кого пыталась Армения все эти годы опираться, это была Россия. Значит, сейчас вот этим актом, значит, принятием римского статута, который на самом деле означает практически, что Путин, против которого было возбуждено уголовное дело Международным уголовным судом, выдан ордер на его арест. Это означает, что Путин в Ереван уже приехать не сможет. Понятно, что он и так не собирался, но здесь уже совершенно очевидно, что его там просто вынуждены будут арестовать. Или с удовольствием арестуют, я уж не знаю, как пойдет. Ну, то есть, на самом деле, Армения. Что касается Азербайджана, то здесь, ну, какие-то там дипломатические холодные отношения сохранятся, но совершенно очевидно, что Азербайджан уже давно не находится в орбите влияния России. Значит, Центральная Азия, здесь, ну, понятно, что Казахстан, который имеет гигантскую общую границу с Россией, не может сейчас полностью там разорвать все отношения, потому что понятно, что, в общем-то, здесь все равно как-то считаться нужно. Но, тем не менее, очевидно совершенно, выходит из зоны российского влияния, здесь в большей степени ориентируется на Запад, на Китай, ну, в какой-то, в небольшой степени на Турцию, но уж никак не на Россию. То есть, не осталось ни одной страны, потому что история с Белоруссией это отдельная совершенно история. Вот Игорь Александрович, как раз хотела, вот вы второй раз говорите, что не осталось ни одной страны, хотела у вас просто спросить, а как же Беларусь, да, вот хотелось мне... Да, совершенно правильно спросили, кстати, я только что произнес слово Беларусь, именно потому, что Беларусь в данном случае не является исключением. Беларусь это оккупированная страна, и Лукашенко не является президентом Беларуси, как известно, в 2020 году, три года назад, ну, почти три года назад, выбрали другого человека, выбрали Тихановского. А Лукашенко просто узурпатор, поэтому Беларусь в этом смысле не является, так сказать, власть в Беларуси не является легитимной. Поэтому Беларусь, ну, в какой степени можно считать Беларусь союзником Путина? Ну, примерно в такой же степени, как союзником Путина, можно считать Сирию, в которой там страны вообще нет, там уже две трети населения эмигрировали или являются внутренними беженцами. И диктатор Асад держится только на штыках Ирана, благодаря военной поддержке Ирана и России. То есть, вот, ну, в известной степени говорить о том, что Сирия является союзником Путина нельзя. Башар Асад является союзником, в данном случае Лукашенко является союзником, но никак не Беларусь. Поэтому здесь совершенно очевидно, что ни одна страна на сегодняшний момент постсоветского пространства не является союзником Путина. Этот процесс не завершен, он идет, по-прежнему, так сказать, происходят какие-то попытки сохранить влияние в самых разных странах. Но степень, ну, скажем так, если говорить о власти в постсоветских странах, то практически нигде не сохранилась пророссийская ориентация. Ну, понятно, Беларусь, мы с вами уже говорили. Что касается населения, то симпатии к России все больше и больше уменьшаются. И население все меньше и меньше с постсоветских стран как-то связывает свое будущее с Россией. Да, там, безусловно, остались пророссийские настроения. Практически во всех странах, я думаю, что даже в Украине, в которой пророссийские настроения стремительно уменьшились, начиная с 2014 года, они стали уменьшаться очень резко после оккупации Крыма и начала войны на Донбассе. Ну, а уж после 14 февраля прошлого года, я думаю, что они скатились до уровня статистической погрешности. Да, конечно, они по-прежнему продолжают существовать, так сказать, в каком-то латентном виде. Это проявилось и в каком-то количестве предателей на оккупированных территориях. Но это число уменьшается. И вот на сегодняшний момент действительно пророссийские ориентации очень сильно уменьшаются во всех странах постсоветского пространства. Еще раз подчеркиваю, а в политике, в политической, то есть во многих странах, если есть желание похоронить политическую партию, то ее можно назвать пророссийской. Ну, например, как это произошло в Украине. То есть мы же понимаем, что были пророссийские партии, за них голосовали, где они сейчас. Все? А скажите, пожалуйста, вот потеря такого влияния, как показывает практика со стороны Российской Федерации, со стороны Путина, приводит к военным конфликтам, частичной оккупации, либо вообще полномасштабной войне. Это я делаю выводы по Грузии, когда Грузия начала понимать, что Россия далеко им не друг, и начала выбирать более проевропейский курс. Речь идет об Украине после 2014 года, аннексия Крыма и оккупация частично Донецкой и Луганской областей, и 2022 год, полномасштабное вторжение. Таким образом Российская Федерация пытается постоянно надавить и сказать, что нет, лучше с нами без войны, чем без нас, но с войной. Можно ли предугадать дальнейшие действия Путина по отношению к другим странам, где он сейчас активно теряет влияние? Вы знаете, для того, чтобы строить прогнозы в отношении политики Путина, то надо быть не просто психиатром, но и психиатром, который имеет опыт клинического наблюдения за пациентом. Поэтому я бы не решился предугадать действия Путина, потому что, в общем, действительно, скажем, то, что произошло 24 февраля прошлого года, с точки зрения даже эгоистической путинской, невозможно объяснить. Потому что человек на ровном месте абсолютно выставил себе не в ногу, а в живот. Значит, потому что прекрасно существовал, лежа на боку, сколько угодно мог царствовать, но вместо этого предпочел вот то, что он сделал. Значит, поэтому прогнозировать трудно. Значит, ну есть еще и физические ограничения, потому что вот мы сейчас понимаем, что Путин проигрывает эту войну, которую он развязал, имеется в виду полномасштабную войну, которую он развязал 24 февраля прошлого года. Но мы не знаем никогда, никак этот проигрыш осуществится. То есть, конкретные очертания украинской победы, они, понятно, что речь идет о вытеснении российских оккупантов со всей территории Украины и восстановлении границы 1991 года. Но, опять-таки, как это, когда это произойдет, каким образом это будет выглядеть, будет ли полностью уничтожена российская армия, или все-таки удастся отвезти какое-то количество войск за границу, и война может продолжиться. То есть, понимаете, я почему-то задаю этот вопрос, вернее, говорю об этом, отвечая на ваш вопрос, может ли, условно говоря, Путин напасть на, скажем, Армению или Грузию, желая оставить ее в российской орбите. Вопрос, будет ли ему чем нападать. И еще одно важное обстоятельство, а что будет с путинской властью после того, с путинским режимом, после того, как война будет проиграна. Ну, есть достаточно сильная вероятность, что никакого путинского режима после этого не будет. Я не утверждаю, что это обязательно произойдет, но это может произойти. Возможен вполне переход войны империалистической в войну мафиозную уже внутри России. Ну, и тогда Россия будет уже не до того, чтобы нападать на какие-то другие страны. Поэтому вот это к вопросу о прогнозе, будет ли там Россия восстанавливать свое влияние силовым путем. Это уже зависит от того, чем закончится эта война, которую сейчас ведет Путин, и что будет дальше с самой Россией. А скажите, пожалуйста, на завершение разговора, сейчас может ли быть какое-то публичное изменение политической риторики со стороны Армении? Мы вот с Армении начали, давайте Армении закончим. Тут есть проблема. Дело в том, что у Армении сейчас появилась угроза не только с севера, но и с юга. Дело в том, что союзник Путина, ну, скажем так, ситуативный союзник Путина – это Иран. Которого совершенно не устраивает то, что Армения явно взяла курс на Запад, на союз с НАТО, с Соединенными Штатами Америки и так далее. Это совершенно не устраивает Иран. И поэтому сейчас есть опасность, что Иран просто попытается силовым путем сменить власть в Армении. Такая угроза, по крайней мере, высказывается. Иран сейчас очень активизировался. Он угрожает сейчас и Азербайджану, угрожает Армении. И поэтому я думаю, что, ну, по крайней мере, я так думаю, что сейчас Пашиняну крайне невыгодно проявлять какой-то этот курс в плане риторики. Он и так достаточно сделал, понимаете, здесь вот этот поступок, значит, распространение римского статута на Армении, поддержка римского статута Армении, поддержка международного уголовного суда – это такой поступок, который стоит тысячи слов. Поэтому я не уверен, что Пашинян сейчас будет навлекать на свою голову еще и дополнительно. Ну, вы знаете наверняка, что Российское Министерство иностранных дел отреагировало крайне нервно и крайне болезненно на признание Армении римского статута. Поэтому вот у меня сильное подозрение, что Пашинян, скорее всего, все-таки воздержится от каких-то публичных деклараций изменения своего курса. Да, Российская Федерация, я сейчас зрителям озвучу, Российская Федерация пригрозила Армении последствиями из-за согласия отдать Путина в ГАГУ, как они посчитали. Намерение Армении присоединиться к римскому статуту Международного уголовного суда может обернуться для Еревана негативными последствиями. Об этом заявил представитель Министерства Российской Федерации. Москва назвала решение армянских властей неприемлемым. Вот так вот, армянские коллеги предупреждены о крайне негативных последствиях, их возможных шагов для двусторонних отношений с Российской Федерацией. И на завершение, позволь, добавлю, мне очень интересно посмотреть на реакцию Тины Канделаки и Маргариты Симоньян. Да, ну Тина Канделаки, она с Грузии, Маргарита Симоньян, но она поддерживала публично на одном из выступлений Путина, поддерживала публично. И Армению в том числе. Маргарита Симоньян, которая очень красиво рассказывала об Армении. Мне очень интересно будет посмотреть, если Российская Федерация осмелится наносить ракетные удары за изменение политической поиски Армении, какая будет реакция у Симоньян, когда бомбят ее родину. Вот, в чем тоже еще очень-очень большой вопрос. Спасибо вам большое, Игорь Александрович, за то, что вы присоединились к нашему эфиру. Российский журналист-социолог Игорь Яковенко был на прямой связи с нашей студией.